Всем привет, ребята, это Блиц с мастером, и сегодня у нас особенный гость, Георг Майер. Да, сильный гроссмейстер, вообще там представляет Германию, но почему-то здесь стоит шведский флаг. И почему-то он не ходит. И это довольно печально, потому что... Отлично, отлично. Партия с семисотником в Блиц нам не помешала бы. Обещаю, что все, все абсолютно партии с этим молодым человеком выложим, будь то победа, поражение, ничьи. Да, ну и по какой-то починию у меня липнут фигуры к доске. Ну, это не важно. Ну, это, я думаю, обеспечит большее количество поражений. Да, и Блиц с мастером, ребята. Такого гостя в нашей рубрике еще не было. И надеемся на победу, конечно. Ну, вот Лайка Блитка не тяжело что-то с ними сделать в такой позиции сейчас. Я, знаешь, что думаю, что не нужно обращать внимание, что это семисотник, бла-бла-бла, все дела. Нужно просто играть радостно и красиво. Ты видишь, что я обращал на что-то внимание? Ну, я не знаю. Есть такая психологическая проблема, я так думаю. Иногда. А есть другая психологическая проблема, а что-то мне мешает двигать фигуры. Димаша, я планету. Я думаю, что сейчас будет. Так, сейчас будет. Не открыть. Нет, ты ошибаешься. Так, и уже мы. Так, а почему с ладью СФ мы пошли на Ц1? Ну, то есть фирзя можно на Д1 вернуть, и не будет нарушаться взаимодействие двух ладей. Конечно, ничего особо хорошего тут у белых нет. Надо бы брать фирзя. Ну, надеемся, надеемся, ребята. Я думаю, все группы вы будете болеть, когда будете смотреть этот ролик. Да, ну, придется брать. Но в этом случае кревес, то есть тут уже точно не может быть кревеса, потому что там даже двух слонов нет. Но, с другой стороны, у белых и проблем особых нет. Наверное. Будем катать, ребята. Так, ну, что в позиции? Проблемы нет? Будем в шахматы играть? Да, но, как бы... Хочется, качать что-то больше по дебюту. Ну, как-то не особо понятно, что делать. Да, правда, может быть, ему тоже не особо понятно, что делать. А куда вот мы на Ц5, что ли, его ведем? Ну, да, только одинаков. Но он не будет любить, конечно же. Еще есть какой-то ход конь Д4, с идеей на конь Д7 взять на 3-1 два раза, но... Ну, так сдвоились, да, сейчас, видимо? Да, ладят с 1, это можно. Чего бы и нет. Да, сухо, ребята, немножко сухо, но... Да, если он сейчас поменяет ладью, это будет не очень приятно, потому что ферз конем в среднем лучшее сочетание. Нежели... Ферз с слоном. Ну, с одной стороны, да, может быть, побить, да, чтобы конь, конь там подальше стоял и напасть на него. Да, и не нужно не забывать, что необходимо прикрывать пункт Ц1 от отражения и Д2. Как, как вот здесь цепляться? Нет, нет, возможно... А, может АС4 и ФС7 как-то? Может быть. АС4, по идее, ход не должен сильно портить позицию. Ферз в 6, а сюда все-таки. Не пускает, да, туда? Да. Куда хотелось бы. Да, и уже заметно просили по времени. Ферз довольно хорошо, слышно, на 1 заходит и пешкает. Стударый, девушка, видимо, не очень удачный ход был АС4. Ну, ладно. Так, брать на Е2 нельзя, потому что конь висит на Е7. Ну, скажи, если пойдет конь в 5, я начну забирать эти пешки, но все это у меня вызывает некоторый скепсис, если честно. Потому что... Мат? Конь может оказаться очень сильным против нашего короля в эту виду. Так, ну есть, вот уже развязалась контр-игрушка такая у белых. Не знаю, мне не очень нравится то, что происходит. Не, я согласен, то что мы никак не можем защитить пункт Ф2, последствия. Ну, просто на Е2... Конь как-то туда может... Он просто возьмет на Е2, направится брать на Б5, и он пойдет в конь Д4. С темпом. Или ферзь Е1 вообще. Потом конь Д4. Ферзь Е1 и слон Ф3 придется? Ой, слон Ф1 придется? Ну да, то есть и слон Ф1, и конь Д4. Ферзь Б6, конь Т, король Ж2, конь Д2 и у нас... Побили. Да, это довольно печально. Ну, придется играть слон Ф1, потому что он, короче, ждал ферзи в 2, и уже все отвалилось. А так вот... Конь Ф3, конь Д2 грозит. Это довольно неприятно. Может быть, проигнорировать? Там просто Д4 ввозим, и слон защищен. Да, но сначала ферзи надо убрать. Ферзи А6 тогда. Да, но я то, что хотел сделать, но это слишком коряво выглядит. То есть он потом зайдет на 2, ферзи 4 и шаг сыграет. А, ну или даже так. Где у нас источник контры, король Ж2, что ли, убираем короля, просто под это варить штуки. Да, и 28 секунд. Ну да, вот в цитноте, конечно, шансы будут невелики, потому что, как я уже сказал... А почему мы не съели? Ой, еще Е3. Довольно мощно. Ну да, давай это убрать. Король А6, что ли? Да, может, объективно это все не так уж и плохо, но... Сейчас с таким временем... Ой, ну тут ферзи в 3, ферзи в 3. Наверное. Хотя на ферзи в 3 есть ход... Может быть, король А6 нету, да? Ферзи в 2 и конь Ф3. Да, то есть ферзи в 3 просто проиграна, я думаю. Сейчас я заберу все пешки. Задумался. Нет, почему-то не играет. Так, ну ладно, А5. Я думал, наверное, защититься от этой угрозы как-то. 6. Некогда уже думать тут. Защитку перешли. А, кстати, объективно сейчас-то, наверное, неплохо. Ну, объективно нас несут флаг. Да, это понятно, но... Все-таки пешка на 6. Как бы ферзей поменять. Ферзей поменяли 1-0. Ну, конечно. Да, и не зимнуть ничего. Ферзи в 3 быстрее. Я не могу быстрее, фигуры липнут. Так, отлично. Безнадежно у черных. Так, зачем ничего? И катай. Ну, потому что я не успеваю. Видишь, нету предхода. Потому что фигуры липнут. Симпатичная партия, но, к сожалению, проиграли, наверное, да? Ну, конечно, нет предхода. Ну, кто жнал? Да, всем спасибо за это. Ну, я не вижу смысла принимать матча Ивановича, пока я не налаживаю эту проблему. Ты прими, и мы потом наладим. Так, потом...